Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Меня зовут Дора, и сегодня я хотела бы вам показать новые идейки для бесплатного обустройства. Я знаю, что не всем моим подписчикам разрешают донатить в игру, и некоторые просто играют на бесплатной версии. Поэтому сегодня я решила сделать видео для таких ребят и показать вам очень классные идеи для бесплатного обустройства. Я, кстати, уже снимала такое видео два года назад, но оно, так сказать, немножко уже устарело, поэтому я решила снять вторую часть. Ну что ж, если вам стало интересно, то заваривайте чаек, приготовьте вкусняшки, ну а мы начинаем! К сожалению, у нас в Токе всего лишь один бесплатный домик, поэтому именно в нем я и буду показывать свои идейки. И первым делом я хочу показать, как можно обустроить ванную комнату. Для первой идеи нам нужно сделать вот такой пол. Возле окна мы ставим душевую кабину, а возле стены туалет. Дальше мы должны поставить две раковины рядом. Возле них располагаем тумбочку, а сверху ставим миски из кухни. Для красоты на маленькую полочку ставим коробки и также закрываем все это полкой. Дальше ставим зеркало и еще одну полочку. Не забываем про освещение и растения. Кстати, мне кажется, пол лучше все-таки поменять. И добавить еще маленький коврик. И вот так выглядит окончательный результат с предметами. Если что, они абсолютно все бесплатные, я взяла их либо с других локаций, либо с почты. Переходим ко второй идее и красим стены в коричневый цвет. Возле окна ставим стеллаж. Рядом ставим туалет. Добавляем обычную полочку и вешалку. Дальше на полку мы должны поставить коробку с тремя растениями. Это будет очень красиво смотреться. Теперь мы можем ставить сюда душ. Так, это надо немного опустить. Все. Добавляем подвесное растение и, конечно, лампочки. Ну и картину. Возле душа ставим раковину. А возле раковины тумбочку. Ну и последний штрих это большой коврик. И вот так наша ванна выглядит с предметами. Мне кажется, очень красивая идея. Третья идейка. Ставим душ возле окна. Рядом вот такое растение и тумбочку. Здесь у нас будет стоять туалет. У стены ставим раковину. Также нам нужна длинная полка и маленькая тумбочка. Теперь зеркало, вешалка и еще одна полочка. И вот такая ванная комната у нас в итоге получается. Мне кажется, очень даже симпатично. Теперь я вам буду показывать идеи для кухни. Для этого мы с вами делаем коричневый пол и светленькие обои. Ставим, значит, гарнитуру посередине. А справа холодильник. Сюда вешаем полку. Слева ставим длинную тумбочку. Вот, у нас должно получиться все вот так. Также ставим телевизор. Сверху и снизу телевизора маленькие полочки. И украшаем все это разными штучками. Теперь добавляем два столика. Я добавлю вот такой с сердечками и беленький. И, конечно, стулья. Но еще, кстати, я хочу добавить вот такую вот гирлянду и сердечко. Та-дам! Вот такая кухня у меня получилась. Как видите, обустраивать красиво можно даже и с бесплатными предметами. Следующая идея. Ставим сюда холодильник. С другой стороны ставим стеллаж. И зеркало. Теперь сюда ставим гарнитуру. А снизу и сверху зеркало вот такие маленькие полочки. Примерно так у нас должно получиться. Капец, как же сложно крючок достается. В общем, на этот крючок нам нужно повесить гобелен. Кстати, сверху холодильника тоже нужна полочка. Теперь размещаем лампочки и растения. Добавляем коврик. И последний штрих это стол. И, конечно, стулья. Вот так вот. И вот так выглядит вторая идея для вашей кухни. Тоже, мне кажется, очень интересный вариант. Для второй идеи давайте покрасим обои и пол. В левую сторону ставим холодильник и переворачиваем его. Возле холодильника ставим тумбочку, гарнитуру и также стеллаж. Эту идею я решила сделать с диваном. И возле дивана ставим маленький столик. Вот. Не хватает только вот такой полочки. Кстати, совсем забыла, сзади гарнитуры у нас должны стоять вот такие растения. Это можно убрать, кстати. И вот такая кухня у меня получилась. Да, она немножко необычная, но, возможно, кому-то понравится. Для четвертой идейки нам снова нужно достать холодильник. В другой стороне ставим стеллаж и между ними длинную полочку. Это будет типа нашего столика, поэтому мы ставим возле него стулья. Ну а гарнитура будет располагаться ниже. Если вам мало места, можно также по бокам поставить вот такие маленькие тумбочки. Не забываем про телевизор и также коврик. И еще я хочу на кухне расставить вот такие цветные помпончики. Мне кажется, они смотрятся красиво. Давайте еще возьмем растения и свет. И вот какая кухня у меня получается в итоге. Ну не красота ли? И теперь я вам хочу показать идеи для гостиной. Ставим вот так два стеллажа, между ними телевизор. И закрываем теперь его сверху и снизу также двумя полочками. Здесь у нас будет стоять диван. Ставим также пуфик и журнальный столик. Ну а с другой стороны располагаем новенькое кресло. Можно сверху повесить какую-нибудь картину. И чтобы не было скучно, добавляем разные растения. Ну а также коврик. А сверху него вот такой розовый. Вот такая в итоге у меня получилась красивая гостиная. И кстати, если что, я картина из Креатора поменяла на картина из почты. Достаем серый диван. Слева и справа него ставим вот такое растение. С другой стороны у нас будет стоять стеллаж и тумбочка. Вот таким образом. Добавляем крючки. Также располагаем пуфики и коврик. Также достаем освещение. Ну и подвесное растение тоже. Ну и вот так выглядит вторая идейка. И больше всего эта гостиная подойдет тем, у кого есть домашние животные. Следующая идея. Ставим диванчик. Сзади него опять эти растения. Сюда ставим маленькую тумбочку. Вот такой столик. И пуфик. Далее добавляем среднюю полочку. И вот такую большую. Сюда вешаем крючок. С этой стороны мы должны поставить стеллаж. И опять вот это классное кресло. Сюда мы добавляем одну маленькую полочку. И вот сюда. Ну и опять-таки добавляем освещение и подвесное растение. Я наверное не буду говорить это каждый раз, потому что наверное вам и так уже понятно, что это нужно добавлять в каждую идею. Ой, еще нам нужен телевизор, я чуть про него не забыла. Ну и розовый коврик. И вот так выглядит третья идея гостиной. Мне кажется тоже очень классный вариант. Теперь я вам буду показывать идеи для комнат. Берем двухъярусную кровать и ставим ее сюда. Ставим стеллажи так, чтобы была видна только верхняя кровать. И теперь ставим полочки так, как будто это лестница. Комнатка маленькая, поэтому делать немного неудобно, но чтобы скрыть все недостатки, добавляем конечно же растения. Теперь делаем рабочий стол. И ставим вот сюда такой стул, который нужно собрать. И лампу тоже. Из этого же набора. Сюда добавляем крючок для какой-нибудь картины. Осталось только добавить гирлянду и синие коврики. И вот такая миленькая комната у меня получилась. Вторая идейка. Берем двухспальную кровать и ставим ее вот сюда. С другой стороны у нас будет стеллаж с вешалкой. Добавляем также пуфик. Возле окна ставим полку. Также ставим две полки над кроватью. Вот так. А между ними будет крючок, на котором будет висеть вот такая картина из креатора. Возле кровати у нас также будет стоять тумбочка. Ну и конечно не забываем про столик, который будет стоять где-то вот здесь, посередине. Вот так давайте сделаем. Ну и конечно добавляем какой-нибудь коврик. Друзья, ну посмотрите просто какая же красота. Ой, я случайно сделала ночь. Ну, неважно. Вот такая комната у меня получилась. Супер-пупер-мега просто крутая идея. Ставим вот такую зеленую кроватку. А по бокам стеллажи. Рядом ставим вот такую тумбочку. Она в этой комнате будет у нас с рабочим столом. Конечно стул. Вот здесь мы с вами ставим еще один стол и еще одни стульчики. Возле окна располагаем среднюю полочку. На полку ставим такие коробки. Как вы поняли, они у нас будут для красоты. Вот так давайте сделаем. И теперь закроем все это другой полочкой. Опа. И еще сверху делаем телевизор. Ну вы только посмотрите, какая замечательная комната у меня получилась. Если честно, мне она очень нравится. Для следующей идеи берем снова эту же кровать. И над ней размещаем длинную полку. Возле ставим вот такой стеллаж с вешалками. Можно его даже как-то вот пониже сюда. Здесь у нас будет стоять телевизор. Сюда нужно добавить крючок. И еще надо три штучки как-нибудь сюда уместить. Возле кровати мы ставим тумбочку. И еще вот такой столик. Ну а вот сюда давайте поставим нашу любимую пальму. Добавляем коврик и пуфик. И еще я хочу снова добавить вот такие разноцветные помпончики. И вот такая у нас получилась тоже очень миленькая комната. С что-то вроде стеной для фотографий. Ну и последняя идейка на сегодня. Берем двухъярусную кровать. Снова закрываем ее стеллажом. И вот такой тумбочкой. Должно выглядеть это вот так. Ставим конечно же стульчик. Ну а с этой стороны вешалку. Опять и добавляем эту пальму. А рядом вот такое кресло. Также два пуфика. Раз, два. Ну а вот и наша последняя идейка. Мне кажется что эта комната тоже очень классная. Сама бы в ней жила. Ну что ж, а на этом все. Обязательно напишите в комментариях какая идейка вам понравилась больше всего. И вообще понравились вам мои идейки или нет. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставить лайки и писать приятные комментарии. А также не забывайте смотреть мои другие видеоролики. Ведь они тоже очень интересные. Всем спасибо за просмотр. Всех люблю и всем пока-пока.